любители москвы вы смотрите передачу реки и озера московского края и сегодня я расскажу о речке пресне который в общем наверное местность название все конечно же слышали москве а вот самой речки никогда не видели и это не удивительно потому что эта речка действительно увидеть невозможно на сегодняшний момент то есть для того чтобы увидели это надо спуститься под землю быть диггером подземным таким кротом вот и залезть туда в подземный коллектор и только лишь там можно видеть вот эту речку да и то и то только в среднем и нижнем течении а верховью уже этой речке довольно таки давно засыпано а вместе система название пресне она очень распространенная в честь этой речки именно в честь этой речки вот она дала название целой местности целому району у нас есть целый пресненский большой огромный район один из самых больших в москве центральный округ который входит а еще есть и метро краснопресненская и улица красная пресня бывшая большая пресня вот и еще есть и пресненский переулок и ново пресненский переулок очень-очень много всего связано с этой пресней и пруды пресненские есть да в зоопарке который находится ну короче говоря вот название пресня но конечно употребляется довольно таки часто а вот речки этой да нету но ведь это же ее нету значит так я же убрали в трубу только в начале 20 века то есть чуть более 100 лет назад а до этого времени до начала 20 века она спокойно к себе протекала вот и протекала она примерно от между ну скажем так примерно между метро дмитровская и краснопресненская и чуть пониже туда до до москвы реки ну понятно что конечно тогда никаких метро не было до начала 20 века метро появились только в тридцатых годах прошлого века да и то вовсе не здесь а здесь уже метро и вовсе появился когда сделали красную ветку до краснопресненская там кольцевую сначала а потом уже барриканная это когда вот это краснопресненская уже 70-е годы ну а так то есть это довольно 50-е годы ну получается что грубо говоря меньше 100 лет назад а так вот ну примерно чтобы как очертить для понимания современности да это вот речка она протекала ну скажем так трудно даже сказать откуда она точно начиналась но вот вообще вот этот примерно сектор где она начиналась это вот здесь между примерно метро савеловская дмитровс такая и платформой гражданской то есть вот этот вот сектор здесь вообще был какой-то огромное горелое болото но так и назывался горелым болотом и вот она проходила как раз между современным советским вокзалом и как раз вот платформой гражданская то есть вот вот эту территорию где сейчас там огромное количество улиц, там застройка, промзона даже есть небольшая. Ну, там она уже практически не действует. Скорее, бывшая промзона. Ну, хотя там фабрика Свободы-то работает, поэтому не так, чтобы уж совсем бывшая. Ну, как раз там идет фабрика Свобода, Вятская улица, вот это все. Вот здесь было какое-то огромное горелое болото. И вот из этого горелого болота как раз и вытекала эта речка Пресня. То есть она здесь начиналась. Здесь у нее был исток. Ну, некоторые называют Четвертый Вятский переулок. Четвертый Вятский, это вот он здесь. Четвертый Вятский. Вот он. Четвертый Вятский переулок. Ну, то есть, видите, где-то здесь. Дальше она протекала соответственно вдоль Полтавской улицы. Ну, все этот же район. Вот. Ну, то есть вот эти верховья были. Исток и верховья. То есть исток в болоте, дальше верховья как раз были в районе Полтавской улицы. Ну, сейчас они вообще засыпаны. Причем их засыпали И в 1330-40-х годах, специально, чтобы они не мешались, потому что там застройка проходила в то время. И отвал мосметростроя, там метро же в это время как раз появилось. И вот свозили землю, которая образовывалась при стройке метро, и засыпали все верховья. Но это уже в 30-40-х годах произошло. Прошлого века, конечно. Вот, а дальше, дальше эта речка, она протекала частично по Петровскому парку. Только он был больше, чем сейчас. Сейчас остались только такие жалкие остатки того, что было когда-то. Да и то там все прорезано, да, ну, дорогами всякими, автомобильными. Ну, а да еще, видите, тут часть парка уничтожили под вот этот вот нынешний, так сказать, спортивный парк ВТБ, там и в этот комплекс гостиничный, офисный. Ну, по сути, жилой комплекс, там, гостиничный жилой, так можно сказать. Ну, а часть и офисный такой многофункциональный, тоже ВТБ. Короче, вот здесь она протекала, где-то примерно в районе Новой Башиловки. Вот, по части Петровского парка. Здесь вообще когда-то находился Царский пруд в Петровском парке. Вот, ну, сейчас этого пруда нету, но когда-то он был. Ну, тоже где-то вот в районе Новой Башиловки. Вот она, вот, как раз на ней был создан Царский пруд. Вот, тут Царский павильон находился, потому что Николай II приезжал тут во время коронации, как раз участвовал в конце XIX века. Поэтому тут такие царские названия, да. Вот, а дальше, дальше уже вот эта речка, она протекала, ну, скажем так, по границе территории нынешнего ипподрома. Ну, тогда, кстати, он тоже уже был, как раз в XIX веке он появился. Ну, просто территории поменьше, наверное, было несколько. Ну, хотя, в принципе, примерно она так, может, и была плюс-минус. Короче, протекала она примерно по Скаковую улице. Вот она, Скаковая, проходит. И вот, примерно, эта речка, она протекала по Скаковую. Сейчас она тоже протекает, только в трубе. Мы сейчас её не видим. То есть, надо понимать, что речка Пресня, она вообще живая. Она не мёртвая. Она протекает. Она просто, она протекает в трубах. В трубе, в трубах, там, иногда одна труба, иногда две трубы. Вот. В Верхове-то, да, Верхове-то полностью засыпано. Там, где вот, в районе Савеловского вокзала, Полтаска, да, здесь вообще ничего нет. Никаких ни труб нет. А потом уже, да, труб появляется, и уже всё больше и больше. И дальше расширяется, так сказать, ну, понятно. Потому что вплоть до впадения в Москву реку. Да, кстати, это приток Москвы-реки, паровой приток Москвы-реки. Так вот, вдоль ипподрома она протекает. Дальше она протекает по железной дороге около Белорусского вокзала. И дальше она выходит, ну, собственно, на улицу Грузинский вал. И далее, далее, вот она где-то здесь проходит вдоль улицы Малой Грузинской. Вот. Вот она, Малая Грузинская. И вот здесь она проходит, и вот между Малой Грузинской и Новопресненским переулком. Новопресненским. Ну, новый, поскольку он новопроложенный по сравнению со старыми Пресня... Старыми названиями, в том числе со Пресненским, который вот здесь проходит. За улицей Красной Пресни, бывшая Большая Пресня. Вот здесь она протекает, да, между вот Новопресненским и Малой Грузинской, которую, конечно же, все знают. Вот. А дальше, дальше она протекает по территории зоопарка. И вот здесь, и вот здесь, на этой речке сохранились два пруда. Большой Пресненский пруд и Малый Пресненский пруд. То есть, если мы посмотрим карту старую, то вот так она протекает. Видите, внизу обе реки показаны. Вот здесь, да, это как раз вот зоопарк. Здесь вот эта вот Большая Пресня, которая сейчас Красная Пресня. Вот. И видите, на территории зоопарка в неё впадает сразу два притока. Кабаниха и Бубна. Вот. Видите, Бубна. Такие вот притоки. Они, кстати, тоже сейчас есть, только они просто тоже в трубах протекают. Это такие сейчас подземные реки, как и Пресня тоже. Вот это в районе зоопарка. Вот. И дальше течёт, и вот она впадает в Москварь. Видите, раньше здесь было село Кудрино находилось. Вот тут Новинское монастырь. Ещё был Новинский монастырь. И тут вот дороги. Нынешняя баррикадная. Вот она тут. Ну, она тут как-то по-другому. Тут не видно даже, как она называется. Здесь вот, видите, Большая Грузинская улица. Когда-то, кстати, была Набережная улица. Так и называлась. Ну, потому что фактически рядом с берегом пресс не проходила. Поэтому фактически на набережную ходила. Вот. Таким вот образом. Видите, какая старая карта. А это вот тот самый большой пруд на территории зоопарка. Видите, какой здоровенный большой пруд. Новинрека, вы все его знаете. В зоопарке-то были. Вот он как раз вход в зоопарк. Вот она, Красная Пресня. Вот Большая Грузинская. Ну, короче, вот здесь за ней метро Краснопресненская. Чуть подальше туда баррикадная. Ну, вот. И вот этот большой пруд. И вот этот пруд, просто не все знают. Он как раз создан на этой речке Пресня. То есть, он не сам собой появился каким-то образом. А он появился вот именно на этой речке. Ну, понятно, что его создали люди, конечно. Прокопали его, да. Как и все другие пруды. Пруд это рукотворное. В отличие от озера. Но он был создан не просто так, не на пустом месте. А вот именно на речке Пресня. То есть, она вот здесь вот течет, течет, течет. И вот прямо сквозь этот пруд. А частично там вот был создан еще и малый пруд. Ну, маленький совсем. На территории зоопарка. Вот они, два пруда. Ну, тут еще и другие пруды есть. Но эти пруды, они уже, скажем так, к речке Пресня, по сути, отношения уже не имеют. То есть, они такие просто выкопанные пруды. Ну, для разных нужд зоопарка. Там всякие водоплавающие птицы живут. Ну, равно как и в этих прудах. Большого мало. Ну, дальше, собственно, чего? Вот течет она через зоопарк. Дальше течет, течет, течет. И между вот Канюшковской и Дружинниковской улицами. И дальше, и дальше. Мимо Белого дома, так называемого, Дома правительства Москвы. Ну, и здесь, у Новоарбатского моста, эта речка Пресня впадает в Москварику. Она же правый приток. Ну, вот она здесь и впадает. Вот. Вот. И таким образом, собственно, вот так она течет. Длина ее, кстати, 6,5 километров была в прошлом. Но поскольку верховье засыпано, то сейчас, в принципе, считается, что ее длина где-то в районе, ну, 4,5 километров примерно. Можно ли увидеть эту речку? Нельзя. Только если вот под землю лезть. Я уже об этом говорил. Ну, можете увидеть эти пруды. Но пруды это все-таки не речка. Саму речку-то не увидите. Она там под прудами проходит. Ну, как бы, вот, да. Просто имейте в виду, что эти пруды, они вот здесь на речке Пресня. Вот. А теперь мы переходим к Горбатому мосту. Вот здесь Горбатый мост. Все его, конечно, прекрасно знают. Трудно даже поверить, но в советское время по нему было автомобильное движение. Вот. Он был проезжим мостом. Ну, и до этого тоже был проезжим мостом. Значит. Ну, а потом его отменили. Потому что, не дай бог, он еще упадет. Потому что движение стало довольно мощным. Ну, а потом, тем более, тут режимная территория. Тут там все перегорожено блоками. Ну, дом правительства. Поэтому, понятно, все тут тщательно охраняется со всех сторон. Поэтому тут, как говорится, какое там автомобильное движение. Только здесь вот. А непосредственно здесь нет. Ну, проход-то пешеходный есть. И Горбатый мост тоже стоит. Помните, еще шахтеры по нему это самое долбили. Касками там приезжали. Когда вот в конце советского времени, в 70-е годы. Я это хорошо помню тоже. Ну, вот. И они поэтому на этом мосту сидели и долбили касками. Ну, требовали там повышения зарплат, всяких там разных реформ и так далее. Ну, в основном, конечно, выплаты денег. Тогда же проблемы тоже были. Чтобы дефицита не было. И все такое. Ну, там события у Белого дома были. Все это вы помните тоже, конечно. Это все тоже связано с Горбатым мостом. Так вот. Возвращаясь к Горбатому мосту. А что это такое за Горбатый мост? То есть, где тут речка преснята? Это же мост, он же как бы, ну, типа же должен пойти. Идея-то будет через речку пресня. А где речка пресня-то? А это имитация. Эта имитация, на самом деле, никакой речки пресня тут не протекает. И вы это прекрасно видите. Вот по такой картине. То есть, если бы протекала речка, здесь бы, естественно, она протекала. Была бы вода. Но на самом деле воды здесь никакой нет. Иногда, знаете, бывают такие, как бы, ложные заблуждения. Ну, знаете, когда вот дождик идет. И вот, естественно, тут бывает тоже вода. И некоторым кажется, я даже помню еще, дети кричали. Ой, вода, вода, вот речка, там ручеек. Ну, на самом деле, конечно, это все только дети могут, наверное, так думать. А взрослые, конечно, должны понимать, что, конечно, никакой тут речки нет. И это просто имитация. То есть, на самом деле, пресня, она протекает под землей. В трубе. Она так там и протекает. Она здесь не выходит на поверхность. Она там под землей. И чуть-чуть немножечко в стороне. Вот туда, в сторону моста как раз. Новоарбатского. Вот. А здесь создана просто, скажем так, имитация. Ну, скажем так, для красоты создали. То есть, когда-то, конечно, да, здесь была типа плотина еще в 18 веке. Да, вот этот мостик. И назывался он вовсе не горбатый. А нижнепресненский. Ну, то есть, в нижнем течении Пресни был создан мост. Здесь рядом был сад. Такой, как бы, парк. Еще создан в самом начале 19 века. С фигурными фонарями. Вот. Красивыми такими камнями. В белом камне облицованный. Ну, короче говоря, очень такое красивое, романтическое было место. Вот. Где протекало старое русло реки Пресни. Когда-то здесь вот речка Пресни старая протекала. Да. Вот старое русло. Вот. А потом, соответственно, вот русло немножечко, так сказать, по-другому продолжается. Положили через коллектор, через трубу. И чуть-чуть вот туда, чуть в сторону сделали. А этот мост, он остался как бы памятью. Памятью. Да. И, ну, просто как бы таким красивым памятным местом. О том, что когда-то, когда-то здесь протекала речка Пресни. Когда-то здесь она протекала. И был этот мост. Ну, вот. А сейчас она здесь не протекает. Но память осталась. Ну, и построили уже потом несколько другой мост. Естественно, он постоянно реконструировался. В том числе в советское время. В 80-е годы. Ну, и назывался он тоже по-разному. Ну, в частности, вот. Вот, помимо Нижнепресненского, он еще назывался мост имени 1905 года. Наверное, многие помнят это название в советское время. Ну, это и понятно почему. Потому что здесь, естественно, были революция 1905 года на Пресне. Пресня очень знаменита как раз. Эта революция, да. И всеми событиями с ними связана. С баррикадами всякими. Да, вот эти все. Вот. Тогда еще, кстати, речка протекала вполне себе, так сказать, открыто. Ну, а потом назвали горбатый. Ну, понятно почему. Потому что по форме он такой немножко как бы с горбинкой. Даже не немножко, а довольно-таки немножко. Так что вот, если на него особенно взойти, здесь не так видно. А вот там, если вот посмотреть с этой стороны, то он такой прям действительно не очень такой от логии подъема, спуски. Прям вот так. Такая горочка прям образуется немножко, да. Вот. Так что, собственно, вот поэтому как бы вот воссоздали. Просто, скажем так, это сейчас для красоты. Это имитация для красоты. Конечно, тут, собственно, воды никакой нет. Ну, и бывает она только когда дожди. И то сильные. Ну, и тут тепло уже образуется. Даже такие небольшие как бы озерца. Ну, а потом, когда выходит солнце, все высыхает. И все имеет вот такой вот вид, собственно говоря. Вот. Значит, теперь и... Ну, а вообще, в принципе, еще раз повторюсь, что на самом деле речка, она протекает. И причем, причем она довольно-таки бурная. То есть, там такие трубы, знаете, вот под землей. Там диаметр труб от полутора до четырех метров. То есть, там где-то вот ближе к Верховьям. Ну, небольшие трубы. Там, ну, как небольшие метра, полтора. Они такие уж и небольшие. Ну, там, конечно, не все занимает река. Естественно, там речка протекает внизу. Ну, на всякий случай, так сказать, всегда трубы делают намного больше. Вот. А вот здесь уже внизу их до четырех метров трубы. То есть, трубы очень большие. Там большой достаточно напор воды, между прочим. И, в принципе, пребывание в этом коллекторе довольно-таки опасно. Особенно, когда дождик идет. Вот. Аж там все набухает. Там все везде, так сказать, туда сливается вода. Идет в этот вот коллектор. Ну, и понятно, что может просто смыть человека, если он там, допустим, будет находиться. Причем, что интересно, коллектор, он такой достаточно, ну, сложный по составу. То есть, он там частично облицован белым камнем даже, частично кирпичом, а частично железобетонный. Вот. То есть, он, понимаете, там... Ну, это как бы разные виды. То есть, там часть сохранилась еще с каких-то старых времен. Когда еще вот как раз с начала 20 века, когда речку убрали как раз вот в коллекторах. Ну, а часть уже такие более современные участки, да. Вот. Ну, и теперь, наверное, последнее, что бы хотелось мне еще сказать. Это то, что... Почему речка так называется в Пресне, да. Вот. Ну, и, в принципе, наверное, самое такое распространенное мнение, что это связано с тем, что это речка с чистой водой. Такая, ну, пресная, чистая, свежая, вот в таком плане. И вообще, надо сказать, что, в принципе, вода в этой речке когда-то считалась одной из самых чистых. В Москве, трудно даже в это поверить, но вот было такое время. Ну, когда-то, видимо, давно. И, кстати говоря, на то, что это именно связано с водой, с питьевой, да. Ну, в смысле, со свежей такой, с чистой водой, которая в Пресне протекала, указывает, например, то, что здесь вот неподалеку протекал ее приток, ручей Студенец. Вот. И вы знаете, наверное, ту садьбу, я ее показывал. Сейчас ее там фактически разрушили, да, все, что там было. И там главный дом, и там сейчас строится, ну, типа особняка какого-то для богатых людей. Ну, посмотрим, что там построят. Вот. А в итоге, в общем, тут вот есть как раз вот этот вот, так сказать, Студенец, да, на котором в том числе и создан вот этот вот Пресненский парк. Вот. Ну, правда, находится он довольно-таки далеко. Вот там Студенецкий переулок здесь проходит. Ну, а это вот парк. Вот. На ручье Студенец. Сейчас парк Красная Пресня. Ну, не знаю, насколько это факт. Ну, короче говоря, видимо, действительно, вода когда-то была довольно-таки чистая. Однако, надо сказать, что все-таки я бы сказал, что далеко не факт, что именно название реки связано с тем, что тут, ну, так как пресная вода и чистая там пресная вода и так далее. Потому что, ну, в принципе, так можно любую речку назвать. У нас реки-то с пресной водой, они же не с соленой. Поэтому Пресня, ну, так любая речка Пресня. В любой речке пресная вода. Поэтому тут как бы... Ну, насчет чистоты тоже. Поэтому, скажем так, все равно до конца непонятно, почему это названо. Ну, есть мнение, что это могло произойти от некого Пресняковского леса. Тут какой-то розберезовый лес на берегах реки и вот из-за этого. Ну, а Пресняковский лес почему тогда? То есть, это как бы же не отвечает на вопрос, почему она названа Пресней. Ну, знаете, есть еще одна версия, третья, да. Оно связано с тем, что здесь вообще когда-то была, ну, скажем так, пригород Москвы. То есть, вот даже трудно себе представить, да. Но вообще когда-то Пресня, ну, все-таки, СССР 5, она все-таки довольно-таки далеко находится от Кремля. Не рядом же вот. Где вот, видите, Кремль, да, вот он. А где Пресня все-таки? Ну, прямо скажем, как-то далековато, да. И когда-то же Москва, она ограничилась, ну, понятно, там сначала просто Кремлем, там дальше Росло, Белый город, Зеленогород, вот Садовое кольцо. Ну, Белое там, Бульварное, ну и так далее. То есть, здесь был пригород Москвы, да. И здесь была, как бы, находилась некая такая вот приездная слобода. Приездная. Для тех людей, которые приезжали в Москву. То есть, иностранцев и иногородних людей. И эту слободу называли приездня. Приездная слобода. Приездня. И вот эта приездня, она потом превратилась в пресню. То есть, была приездня, приезжая слобода, а стала пресня. Ну, понятно, да. То есть, как бы, слова постоянно, как бы, так сказать, видоизменяются там и так далее. Все сливается. То, что приездня, это, конечно, круто. Ну, смотрите, приездня. Приездненский район. Не, ну, это, конечно, понятно. Выговорить сложно. Ну, решили взять и сделать приезд. То есть, вот есть такая версия. И, возможно, она даже самая, так сказать, правильная. Да. И самая точная. Но, опять же, да, это лишь не более, имейте в виду, это не более, чем версии. По крайней мере, три. Но это не значит, что их нет еще. Наверняка кто-нибудь может еще что-нибудь придумать. Тут фантазировать можно как угодно. Так сказать. Ну, важно то, что никаких документов-то нет. И все равно, так сказать, как и почему конкретно была нужна речка Пресния, неизвестно. Это надо просто признать как факт. И, в общем, так сказать, не указывать на эту или иную версию в качестве, так сказать, тислены в последней инстанции. Вот. А еще на этой речке находилась когда-то Тверская, Емская, Слобода. Еще Грузинская, Слобода находилась. Или Грузины местность, да. Вот. Село Воскресенское и деревня Кудрино. Ну, вот как раз, которая в районе Баррикадной находилась эта деревня. Там, где Кудринская площадь, которая в советское время... Ну, она сейчас Кудринская, а в советское время была площадь Восстания. Ну, где высотка стоит, короче говоря, напротив метро Баррикад. Там деревня Кудрино находилась на Садовом кольце. Все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова